Когда на меня подал суд, значит, Белозор и Чернов в суд подали. Значит, за те вот обращения, куда мы обращались, Минздрав Российской Федерации, Губернатор обращались, потом к Путину обращались. Они, значит, все эти заявления выписали мои, хотя там, даже к Жириновскому обращались, вот тебе помнишь, показал 12 подписей? Они вот это даже приложили к исковому заявлению моему, хотя не имели никакого права прикладывать. Почему? Потому что не было подлинников. Они приложили к серокопии. Суд, что за честь достоинства, делал репутацию, я на них не позарилась. Хотя там заявление было ясно указано. Разберитесь, конкретные факты были указаны. Разберитесь, такие нарушения до третьей больницы, такие, такие, такие по пунктам. Первый суд инстанции районный отклонил. Они подают на меня в одно суд. 13 пунктов, по которым не выставили ко мне, все были отклонены в судом первой инстанции. Значит, по одному пункту, по 13-м. А назовите, сколько покойников было. И я должна на этот вопрос отвечать. На этот вопрос должна отвечать министр здравоохранения. Я написала не им лично письма, не я одна писала. Были подписаны от жителей экологии. Министр здравоохранения, разумею, она нарушила федеральный закон. Она по закону не имела права даже в руки давать это заявление, потому что оно было адресовано должностному лицу. Прещается передавать в руки тому лицу, на которого это жалоба идет, или это в организации. А суд областной инстанции это проигнорировал. Они отклонили у меня это показание, отклонили свидетелей, и выносят мне свой вердикт. На основании того, что моральный ущерб я им нанесла, унизила честь, достоинство, мне моральный ущерб присудили. Три или две тысячи, один и другой. За это, за все. Я обратилась к председателю областного суда Красного. Тот тоже проигнорировал. Точно так же все принес. Отправила в Верховный суд. В Верховный суд точно такой же с формировкой пришел. Где доказательство, что здесь нет ни коррупции, нет ни взаимосвязи. Когда ясно нарушение идет закона Российской Федерации. Да беспредел сплошной идет. Понимаете? Как вам еще назвать, как не мафия-то все? Беспредел. Ну, представьте, первый суд, когда давления не было, вынес правильное решение. Второй, суд второй инстанции, который должен был, они подали, значит, туда не я подала, они подали. Они мне присуждают вот так вот, да смешно. Потом, значит, подают на меня еще судебные сделки. Судебная инстанция полностью вся под каблуком. Вот это вот письмо, надеетесь, которое вы открыто передали? Что так, что до губернатора посмотрел в конце года. А дети, что, она на это отреагирует каким-то образом? Ну, если не отреагирует, в конце концов, люди будут дальше обращаться. У меня же по суду первой инстанции присудились про операцию, которую они меня сорвали первый раз на позвоночнике, лифт отключили. Вот там суд единственное, что присудило, это что БСМБ сделал мне операцию. Тогда я не могла ее сделать. У меня потому что были сложности. С первой операции надо было время выждать. Вот, и потом сейчас подала на них им исполнительный лист, и они его отказали. Потому что лицензии у них нет уже сейчас. Они же отказались от лицензии. А решение-то было? Белозор отозвала лицензию. А решение судебное же раньше было? Раньше. Еще лицензия была, да? Да, лицензия была. Но не в этом дело. Министерство одно. У них есть областной центр. Есть все. Так поступили со мной. Выкинули меня просто-напросто с больницы, если бы я не добилась сама. Ты же помнишь, я рассказывала все. Практически сама я себе в жизнь вырвала. Вот. И они вот это все сделали. Вот на основании, кстати, третьей Конституции Российской Федерации, властителей, суверенитета, единственным источником в Российской Федерации является многонациональный народ. То есть мы имеем право, любой, ты, я, кто, мы имеем право вмешиваться во все эти судебные дела, во все руководящие, указывать губернатору даже. Мы имеем на это право полностью. Мы его выбирали. А раз мы его выбирали, значит, будь добра, отвечать, как говорится, за то, что обещала на выборах. А получается, что люди обращаются, всех отфутболивают. Обратились, куда они, к Артамонову обратились. Поможет он. Ну и что, ответ до сих пор не пришел. Понимаете? Получается, что до Артамона это не доходит. А вот администрации его обосмотрят. Нет в сторону. Нет в сторону. Поэтому вот как-то надо сделать так. То есть вы думаете, что губернатор не знает, да? Я думаю, что не знает. Ну давайте. Может, что-то знает, но с их, как тебе сказать, с их подачи. Так знает, что, как говорится, с того до головы. Облили. А он, как говорится, когда ему разбираться? Инвестиции и все прочее. Мы им написали. Поэтому, видишь, вот написали открытое письмо. Здесь... Ну мы его опубликуем тогда, с вашего... Здесь указано, почему здесь его указали. Это все живые свидетели, которых спас Рамзи. Одиночникова, пожалуйста, можешь у него спросить. Он его вернул. С инвалидной коляски вернул. Поднял. Продолжение следует...